Существует ли любовь и что это, если существует? Да, да. Да, существует. А что это такое? Ну, словами я хочу сказать вообще. Только чувства могут, да, об этом сказать, понял? Душа открывается, сердце открывается, и ты чувствуешь единение с тем человеком, которого любишь. Существует ли любовь вообще? Существует. Нет. А что же тогда такое любовь? Просто выдумка? Гормоны в голове. С биологической точки зрения это химия. А в целом, я думаю, что любовь существует. Это эмоции, это чувства, это энергия, которая вокруг нас летает. Ну, любовь-то Бог прежде всего. Можно определение апостола Павла сразу вспомнить, гимн любви. Любовь милосердствует, долго терпит, не ищет своего, не раздражается. Не радуется неправде, радуется истине. Вот, все терпит, всему веру имеет, и любовь никогда не кончается. С моей женской точки зрения это чувство, которое скрепляет семью. Вот, например, мои отношения с мужем, которым уже 25 лет. Но над любовью надо работать, конечно. Каждый день причем. Единственное, что спасет наш мир, наши семьи, нашу страну, это любовь. Уверен, ты сейчас замешательств. С чего вдруг этот экоблогер решил сделать ролик про любовь? Существует неожиданная связь. Есть исследование, которое заявляет, чтобы бороться с изменениями климата, нужно делать меньше детей. То есть, это значит буквально, счастливые семьи и воспроизводство рода враги экологии. И есть даже целое общественное движение, Бёрст Страйк. Его участники поклялись не иметь детей во имя спасения планеты. Это сортировочная, давай разберемся в вопросе. А перед тем, как мы начнем, подпишись на нас здесь и на всех других площадках. Там мы тоже рассказываем много интересного и полезного. В каждой ли семье вообще должны быть дети? Или можно и без них жизнь прожить? На мой взгляд, если со здоровьем все нормально, то дети должны быть. Потому что они составляют полноту семьи. Ну, тут каждый решает сам для себя, на самом деле. Ну, конечно, каждый решает для себя, но мое мнение такое. А как вы относитесь к утверждению, что каждая женщина должна в жизни родить вообще? Ой, нет, абсолютно права любого человека. Не должна. По ее желанию. Блин, сложно ответить на этот вопрос. Современное общество немножко другое, все постоянно меняется. Но я к этому отношусь как к должному. Ну, во всяком случае, я. То есть, мужчина должен сделать ребенка? Если у человека нет внутри любви, он не готов. Какие могут быть дети тогда у него? Начать, думаю, лучше с того, чтобы еще раз проговорить данность. Мы живем в эпоху изменения климата. Они научно доказаны десятками тысяч работ ученых из разных стран мира. И если мы не изменим свой стиль жизни, нас ждут постоянные природные катаклизмы. Голод, наводнения, затопленные города, экологические мигранты и военные конфликты. Но когда думаешь о таких глобальных проблемах, кажется, что на них могут влиять только мировые лидеры или гигантские корпорации. А маленькому человеку нечего делать в этой борьбе. Но это не так. В 2017 вышло исследование ученых Уайнса и Николас о том, какие конкретные действия отдельных людей влияют на ситуацию с глобальным потеплением. Ученые доказали, что накопление парниковых газов отражается в миллиардах индивидуальных ежедневных решений людей. Уайнс и Николас рассмотрели 148 сценариев развития глобального потепления. И пришли к выводу, что у людей в развитых странах есть всего 4 способа эффективно влиять на уровень выбросов. Первый – питаться растительной пищей. Это экономит эквивалент выбросов в 0,8 тонн углекислого газа в год на одного человека. Второй – отказ от авиаперелетов. На одном трансатлантическом путешествии туда-обратно человек экономит 1,6 тонн СО2. Третий – не пользоваться личной машиной на бензине. Это экономит 2,4 тонны СО2 в год. И, наконец, ученые выяснили, что существенно сократить выбросы в развитых странах людям поможет иметь в семье на одного ребенка меньше. Это сократит выбросы парниковых газов на 58,6 тонн в год. А знаете, сколько детей в среднем заводят в семьях в развитых странах? От 1,5 до 1,7. То есть, если хочется быть экологичным, можно завести одного ребенка на две семьи. Удивительным мне в этой истории кажется даже не вывод, а реакция. Чаще всего общество плевать хотело на все эти исследования, если только потом правительство не вводит какие-нибудь строгие законы. Никто не будет ничего менять в своей жизни просто из-за того, что ученые что-то там открыли. Тут вышло иначе. Нашлись люди, которые восприняли выводы исследования как прямой призыв к действию. В 2018-м в Великобритании было основано общественное движение Extinction Rebellion. Они выступают против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экономического коллапса. Так вот, к ним на лекцию однажды пришла Блайт Пеппина, солистка группы Месодорм. Еще недавно она мечтала о семье, о детях, но погрузилась в тему изменений климата. Поговорила с своим партнером и они решили, что детей заводить не будут. Ведь мир стоит на грани катастрофы. Они не могут позволить себе родить ребенка, чтобы он страдал. Тем более, что политики не принимают эффективных решений и ситуация только ухудшается. Это было началом движения Birth Strike — родильная забастовка. Блайт Пеппина узнала, что есть куча других людей, которые задаются теми же вопросами, что и она, но не говорят об этом слух, потому что боятся общественного осуждения. В итоге к движению только за две недели присоединилось 140 человек, которые заявили о своем решении не рожать детей из-за остроты экологического кризиса. Но и без участия в таких движениях люди в разных странах стали корректировать свои планы под влиянием экологической повестки. Недавний опрос трех тысяч женщин в США показал, что треть опрошенных решили завести меньше детей из-за климатических изменений и грядущей нехватки ресурсов, потому что их беспокоит мир, который унаследуют их дети. Мне стало интересно, что у нас люди думают по этому поводу, и я на улицах Москвы устроил свой маленький опрос. Если ты реально хочешь ребенка, для тебя никакие проблемы не существуют. И экология в том числе и не существует. Ну, уже, конечно, и существует, но в том плане... Это просто отмазка, отмазка для того, чтобы его там прикрыть. Вы считаете, экологические вопросы, то, что там... Это все-все-все-всбог. То есть, если это будет официально признано, и закон закреплено, что только там до восемь детей можно иметь, тогда да. А так, каждому свое. Потому что мы можем родить десятого ребенка, и он придумает, как решить экологическую проблему. Поверьте мне, хоть еще 2-3 миллиарда родятся, на этом свете ничего такого не будет. Откуда они это знают? Слушают ученых, всякие отчеты. Да, эти ученые рождаются и умирают все. Новые ученые появляются. Ну, я с этим точно не согласен. Конечно же, активисты Берстрайк, которые решили остаться бездетными по экологическим причинам, поймали волну хейта. Их называли и фашистами, и антинаталистами. Антинатализм — это философское течение, которое впервые появилось еще в Древней Греции. Последователи считают, что рожать детей аморально, потому что разумная жизнь ужасна. Один из идеологов современного антинатализма — южноафриканский философ Беннатор. У него есть книжка, название которой говорит само за себя. «Лучше не быть — вред от появления на свет». Тогда Блайт Пеппина и активисты Берстрайк подумали и решили уточнить свою точку зрения. Они сказали, что не предлагают другим отказываться от детей, никого не агитируют. Не рожать детей — это их выбор, потому что они не хотят подвергать их жизни таким тяжелым условиям. Но новые исследования показывают, что сам по себе запрет на рождение детей экологических проблем не решает. Судя по ресечу Национальной Академии Наук США, даже навязывание политики одного ребенка и увеличение смертности из-за катаклизмов не смогли бы сильно повлиять на уменьшение населения. А вот проблемы недостатка ресурсов и глобального потепления решить можно развитием технологий и правильными политическими решениями. Слова Блайт Пеппина. Даже при радикальной, драконовской, евгенической политике сокращения населения, которая абсолютно аморальна, мы бы себя не спасли. Мы должны изменить то, как мы живем. Сейчас на Земле живет больше 7,5 миллиардов человек. И по прогнозам ООН к 2056 году это число достигнет 10 миллиардов. К 2100 — 11 миллиардов. Нам потребовалось 200 тысяч лет, чтобы добраться до первого миллиарда. А потом всего за 200 лет нас стало 7 миллиардов. Рекордсменом еще до недавнего времени был Китай с миллиардом и 400 миллионами жителем. Сейчас уже за первенство с ним спорит Индия. А самые впечатляющие темпы прироста населения в странах Африки. Все это звучит страшно. Куда столько? Где мы все поместимся? Что мы будем есть? И можно ли гипотетически приостановить эту машину воспроизводства? Запретить. Если коротко, то нет. У нас есть опыт Китая, который не привел ни к чему хорошему. В Китае с 1979 года по 2016 действовала политика «Одна семья, один ребенок». Там были и исключения. Например, в деревнях можно было завести второго ребенка, если первый была девочка. Это кое о чем говорит. Девочки в китайских семьях большим счастьем не считались, потому что, видимо, от них нет для семьи экономической пользы. Поэтому, когда люди узнавали, что у них будет девочка, то часто делали аборты. В итоге сейчас в стране мужчин на 50 миллионов больше, чем женщин. В 2016 году всем разрешили иметь двоих детей, и ненадолго это повысило уровень рождаемости. Но потом он опять пошел вниз. Это закономерно. Уровень жизни у населения вырос, и, как и во всех богатеющих странах, уровень рождаемости упал. И все это вместе приводит к старению населения, когда молодые уже не могут обеспечивать всех стариков. В общем, очевидно, что ограничительная политика государства – идея плохая. А Земля-то уже не выдерживает, не справляется обеспечивать такое количество людей. И что делать? А суть на самом деле не в их количестве, а в стиле потребления. Нас может быть хоть в два раза больше, если мы найдем экологичные источники энергии, которые не занимают гигантские территории и не производят выбросы, которые мы не умеем перерабатывать. А еще, если не будем вытеснять биоразнообразие планеты своим сельским хозяйством, меняя все удивительное разнообразие живого мира Земли на коров, свиней и куриц. К последователям Берстрайк отнеслись с иронией даже некоторые экоактивисты. Хотя кому как ним знать, что нас действительно могут ждать страшные времена. Я думаю, что у людей все-таки остается надежда, что мы что-нибудь придумаем и избежим плохого сценария глобального потепления. И наши дети будут жить в классном мире. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Нельзя игнорить экологические проблемы и делать вид, что ничего не происходит. Но, как мы уже выяснили, бездетностью вопрос неисправящий. Но любовь к семье, детям, к людям в целом может стимулировать людей к разумному, рациональному потреблению. Вместе мы можем все исправить. И даже действия одного отдельного человека действительно влияют. Ну что, сколько детей ты хочешь создать за всю свою жизнь? Пиши об этом в комментариях, будет интересно почитать. И не забывай ставить лайк этому видео, это поможет ему набрать больше просмотров. Обязательно подписывайся на нас и здесь, если еще этого не сделал, и на всех других площадках. Ссылку оставлю в описании. На этом все. Это была Сортировочная. Пока. Сортировочная. Сортировочная.